Это форум о бизнесе и про бизнес. Что нужно сегодня предпринимателям и как строить свое дело при поддержке властей, тема актуальная для всех регионов. Рязанская область как пилотный проект помощи на местах сегодня почти эталон. Секрет успеха от Николая Любимова довольно прост. В первую очередь, конечно, мы старались сделать новую нагрузку на людей. То есть это новая каникулка, в первую очередь, на людей, которые не смартфонили на нее работать по понятным целям причинам. Второе, меры поддержки, конечно, финансовые меры. Это на федеральном и на нашей региональной мере, которые разработали меры на поддержку занятости. Самозанятость – первый шаг к предпринимательству. И пусть среди них 58% таксистов, правила должны быть одинаковы для всех, считаю, в торгово-промышленной палате страны. Если кассовый аппарат нужен одним, значит, должен быть нужен и другим. А вообще, конечно, без поддержки властей самозанятость – это почти авантюра. Я знаю, что наши стратегии, чтобы вести бизнес, это, знаете, горе человека. Это вот из-за этого. Поэтому, если рассматривать самозанятость как такой крупный этап, когда я попробовала, поняла, мое, не мое, пойдет, не пойдет, нет, то да. Если рассматривать самозанятость как такой проект, который тебя будет всю жизнь обеспечивать, точно нет, потому что все равно тут выгорание, потому что все равно самозанятость – это очень тяжелая такая вообще по-своему неблагодарная история. Стратегические приоритеты малого бизнеса – это законодательно закрепленные меры господдержки и шаги навстречу. Такие, например, как сделала Федеральная налоговая инспекция. Теперь о блокировке счетов фискальная служба будет предупреждать заранее, как минимум за две недели. Продолжение следует...